Приветствую всех у себя на канале, друзья мои, с вами снова Вячеслав. И сегодня в моем выпуске, вы не поверите, очередной 7-дюймовый долголет. Данный проект я, если честно, не планировал строить. Про него еще две недели назад узнали мои подписчики в моем телеграм-канале. Да, кстати, не забываем на него подписываться. Все ссылочки внизу в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Там я иногда гораздо чаще, чем на ютуб-канале, выкладываю какие-то свои определенные фотки, короткие видео и свои проекты. Вот, по поводу данного 7-дюймового долголета. Раму я использовал Фоксир Аура, обзорчик также на эту раму есть у меня на канале, сейчас вы увидите подсказочку. Появились у меня еще отличные моторы, в моем любимом размере 28-06,5-1350 киви. Это Фоксир Датура. Данный размер в последнее время у меня в приоритете. Я строил дроны и на моторах ЛПД Бразер Хобби 28-06,5-1300 киви. И использовал я моторы Айфлайт Ксинк 28-06,5-й, тоже в районе 1300 киви или 1350, точно не помню. Использовал Эрсин Пауэр 28-06,5-й. И теперь вот руки дошли, как говорится, до очередных новых моторов. Если честно, по опыту скажу, все эти моторы каких-то преимуществ друг перед другом не имеют. В принципе, все они выполнены качественно. Большие подшипники использованы, неодимовые магниты скругленные, с минимальными зазорами между статором. А выбирайте моторы, кому какие больше нравятся чисто по дизайну. Если честно, у меня вот эти моторки есть, скажем так, на вооружение. И ставлю я их, допустим, чисто вот, чтобы внешне все это было гармонично и красиво. Допустим, на данной рамке вот эти моторы смотрятся просто клево. Давайте, наверное, сейчас чуть-чуть вкратце расскажу вам про этот квадрокоптер. Немножечко на столе его поразглядываем и переместимся в поле. Учитывая, что его строить я не планировал, все получилось спонтанно. Соответственно, электронику тоже специально я нигде не закупал. У меня был мой гоночный, точнее, фристайловый квадрокоптер. На классическом полетном контроллере от компании Motec F405SE, на который, кстати, можно накатить Ardu Pilot, если что. Также старый, добрый, всеми любимый регулятор 4 в 1, Racer Start 35 Ампер. Ну, всеми любимый раньше, сейчас уже, честно говоря, не знаю. Видеопередатчик тоже старенький, Motec, который снят с производства, 800 мВт. И да, немножечко я отошел от своих стереотипов и правил. Не поставил стойку GPS, а поставил GPS в родной багажничек. Багажничек находится под углом 15 градусов, я сам лично проверил. Поставил GPS Motec с компасом. Настройки все сделал в iNavi. И, если честно, летает все это классно. Да, кстати, в телеграм-канале я скидывал, что в городе его немножко унитазит. В поле также у меня он словил унитазинг, но в поле, где нету никаких наводок, я перекалибровал его полностью. Взлетел, и в удержании позиции он очень даже классно висел. Так, давайте, ладно, немножечко на столе его поразглядываем. И покажу вам первые кадры полетов этого дальнолета. Как бы особых каких-то тестов в этом выпуске не будет. Просто поделился с вами очередной игрушкой, назовем это так. Ну и, в общем, давайте дальше смотреть, что он на себя представляет и как он летает. Погнали. В общем, друзья мои, переместились мы на стол, чтобы немножечко поближе разглядеть всю эту красоту. Давайте быстренько и вкратце вам еще расскажу. Самого главного я вам, кстати, так и не сказал. Всю электронику, вообще абсолютно всю, я снялся с своего любимого фристайлолета. Прослужил он мне, верой и правдой, два с половиной сезона, два с половиной года. Это классическая электроника на нем, 35-ти амперный, Рейсер Старовский, регулятор 4 в 1, Мотековский F405 SE, контроллер полета, пищалка автономная, видеопередатчик Мотековский на 800 мВт. Кстати, он мне, если честно, в последнее время сильно не нравится. Я думаю, не просто так его сняли с производства. У него нет экрана, он подсирает во все, что только можно подосрать, даже в собственное видео. Вот, в общем, самое новое, что из всего этого есть, и что мне, точнее, в первую очередь хотелось протестировать, это вот эти замечательные новые моторы, не фокусируются. Фоксир Датура 28.06.5, 1350 кВт. Данные моторы очень эффективно себя показывают на 7-дюймовых долголетах на аккумуляторах 4С, но, кстати говоря, особенно эффективно на 5С. Но в этот раз, правда, полетаем пока на 4С, возможно, какие-то в дальнейшем еще проведу определенные тесты на 5С аккумуляторе. Вот, в общем, по железу, в принципе, наверное, все из нюансов, да, как я вам уже сказал, поставил я в багажник GPS, все это отлично работает. Ну, как отлично, возможно, мне повезло, там, пару полетов, вроде все неплохо. Возможно, в какие-то моменты это вся вот эта вот, вся вот эта штука, которая тут сзади, без стойки GPS, какой кошмар. А можно себя как-то повести некорректно и неадекватно. В общем, 100% уверенности у меня пока в этом нет. Но, тем не менее, в первые разы все это работает, все это отлично себя показало. Поэтому сейчас у себя на экранах вы увидите основные три строчки настроек VNAV, которые вам нужно вставить. То есть, если вы будете именно багажник использовать 15 градусов и GPS модуль Motec. Единственное, вот он развернут задом наперед, то есть здесь стрелочка прям показывает, что он смотрит назад. И, соответственно, угол 15 градусов. И вот эти настройки сейчас вам помогут так же все настроить, ну, не заморачиваясь, не ища где-то все делается. Просто копируете, я внизу в описании под видео так же эти три строчки добавлю. Просто их копируете, в VNAV в командной строке в CLI вставляете, Enter, Save, Enter и все, вуаля, у вас все работает. Что вам еще сказать? Ну, аккумулятор я по привычке все-таки решил разместить снизу, хоть рама особо этого не предусматривала. Разместил я здесь защитную пластинку, пропустил ремешок, чтобы, ну, когда он там скользит, чтобы не цеплял электронику, чтобы ее никак не повредить. Всякие резинки с разных наборов тут нарезал под аккумулятор, все это отлично держится. То есть, аккумулятор сюда можно, не знаю, хоть автомобильный прикрепить, но место позволяет, все это плоское. В общем, мне больше нравится, когда на дальнолетах аккумулятор снизу. Но, учитывая, что стойки я не ставил, ну, кстати, почему аккумулятор ушел вниз, потому что думал, поставлю стойку, но стойку я не ставил, ну, как-то аккумулятор сверху, не знаю, потом, может, и поставлю. Мне не очень нравится такая эргономика. Вот, в общем, друзья, давайте сейчас вам покажу немножко в поле, как это все взлетает, летает, висит. Особо каких-то тестов проводить не буду, это первые полеты пробные. Вот, возможно, потом проведу какие-то еще донастройки, возможно, еще какие-то видео будут по этому дрону у меня в дальнейшем. В общем, друзья мои, погнали в поле, немножечко полетаем, подышим воздухом. Итак, сейчас попробуем взлет без стойки GPS, но попробуем удерживать позицию, при том, что у нас GPS с компасом в багажнике под углом 15 градусов. Посмотрим, будет ли у нас унитазинг. Армим дрон. Включаем режим удержания позиции. Ничего, это нормально для ИНАВА. Все. Залетели. Высоту не держит, потому что я режим удержания высоты не ставил. Нам сейчас главное посмотреть, как он держит позицию. Итак. Дроном не управляю, квадрокоптером. Как видим, позицию держит, по высоте немножко гуляет, я газ поставил, как есть. Но, как ни странно, унитазинга нету, висит на месте, четко. Меня это радует. Давайте немножечко еще повисим и посмотрим, слоим ли мы унитазинг. Напомню, кстати, приехав в поле, я сделал калибровку компаса именно в поле, потому что до этого калибровка была сделана в городе, в комнате. Сейчас, если честно, за кадром я уже подлетел, был очень дикий унитазинг, позицию он не держал. Сейчас позицию держит замечательно. Ну, просто конфетка. Мне нравится результат. В принципе, буду сейчас пробовать летать без стойки GPS. Если будет все нормально работать, стабильно, возможно, со временем от стойки я все-таки уйду. Но это не точно. Передача все-таки стоит заменить. Пиды нужно однозначно приподнимать, потряхивает его, но, однако, если поставить 5С аккумулятор, лететь он будет однозначно как по рельсам. Максимальная скорость 115 км в час. Это именно на 4С. На 5С, опять же, она будет выше. Вот такой небольшой обзорчик по новому долголету у меня получился. Надеюсь, видео вам понравилось. Какие-то определенные тесты с этим долголетом я пока не планирую. Что с ним делать дальше, также пока не знаем. Может, вы мне что-то посоветуете внизу в комментариях. Если вам понравился данный ролик, не забываем поддержать меня хотя бы лайком. Пишите свои комментарии внизу под видео. Обязательно всем всегда отвечаю. Ну, а по традиции желаю всем богатырского здоровья, мирного неба над головой. Всем добра, всем пока.